Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, а ты на моём канале YouTube. И сегодня я хочу поделиться своей историей про субконъюнктивальное кровоизлияние. Надеюсь, я произношу это слово правильно. Если что, поправьте меня в комментариях, потому что это слово сложно даже читать. О чём я? Я о том, когда лопается сосуд в глазу. И у меня произошла такая история примерно неделю-три назад. И связываю я её исключительно с нервным перенапряжением. Потому что, как я прочитала в интернете и после посещения офтальмолога, выяснилось, что обычно два фактора, которые влияют на лопнувший сосуд. Это либо травма какая-то, то есть прямо в глаз должно было что-то прилететь. Либо это нервное напряжение, то есть от давления сосуд лопнул, потому что слабый сосуд. Травма у меня никакой не было, значит давление, напряжение. Есть подозрение, что лопнул сосуд из-за нервного перенапряжения. Как я это обнаружила? На самом деле странно, потому что обнаружила это не я, а мне сказала сосед, который смотрит на меня и говорит, а что у тебя с глазом? Я говорю, а что у меня с глазом? Он говорит, у тебя кровище в глазу. Я перепугалась, пошла смотреть в свой глаз, а я в линзах обычно хожу. И в общем смотрю, а у меня там кровище. Ну, я сразу же сняла линзы, потому что линзы, как бы при любом, если что-то происходит с глазом, линзы нужно снимать и переходить на очки. Поэтому, собственно, у меня есть дежурные очки, которые я ношу дома, либо когда что-то случается с глазами. Вот. В общем, линзы я сняла, полезла сразу в интернет, выяснила, какие причины могут быть с глазом. Прочитала, что это проходится за неделю примерно. И если не было травмы, то офтальмолога посещать не обязательно. И, в общем, ходила я неделю, а в очках ходить зимой вообще неудобно, потому что как только ты с мороза, особенно сейчас морозы минус 16, минус 20 очень сильные, когда ты с мороза заходишь в какое-то помещение, очки запотевают, их нужно сразу протирать, чтобы они не были заляпаны, их нужно протирать какой-то там сухой салфеткой, либо хэбэшной тканью, ну, в общем, чем-то, но не пальцем. Иначе они будут заляпаны, в них будет плохо видно, мутно видно, а это опять неудобство. В общем, поэтому я больше люблю линзы и в очках хожу не так часто. Так вот, за неделю у меня не прошел никакой лопнувший сосуд, я расстроилась, думаю, ну, может, что-то у меня серьёзное, пойду к офтальмологу. Сходила к нему, и доктор сказал, слушай, ну, очень странно, что ты пришла так небыстро, но, слава богу, он посмотрел на разных аппаратах мой глаз, говорит, у тебя всё нормально, лопнул сосуд, да, это нужно время, но чтобы твоему глазу было легче, вот, пожалуйста, капай в глаз эмоксипин. Вот такое вот лекарство, оно, значит, в капельках, я уже неделю его капаю, к счастью, рассасывается кровь чуть быстрее, чем без него, но всё-таки гораздо медленнее, чем мне бы хотелось. Надо пятаться. Я забыла, о чём хотела сказать. А, и плюс к этому ещё эмоксипину мне врач прописал капельки на работе в офисе в глаз, вернее, даже не капли, а гели с гелоуронкой, неважно, какой гель на самом деле, капать, чтобы от сухости. Вообще, когда происходит кровоизлияние в глазу, рекомендуют прям по максимуму освободить глаз от любых напряжений и исключить вообще сидение за компьютером, телевизор, сидение во всяких разных девайсах, чтобы глаз по максимуму отдыхал, чтобы это не прогрессировало, чтобы там не лопнул ещё какой-нибудь, ещё один сосуд. Вот, но поскольку у меня работа в офисе, я стараюсь максимально щадить свой глаз, там не остаюсь после шести, в обед я обязательно быстро кушаю, беру с собой еду и потом иду гуляю, чтобы глаз на свежем московском воздухе как-то немножечко переключался и отдыхал. Гимнастику для глаз не делаю, потому что ленюсь, но стараюсь гелоуронными этими капельками гелем капать, чтобы освежать глаз, увлажнять, и плюс ещё гуляю. Про эмоксипин, ну, как бы я не пропагандирую, что нужно именно это лекарство, в любом случае лучше сходить к врачу, прежде чем что-либо капать, но могу сказать, что если у вас будет альтернатива после посещения врача принимать, в смысле капать в глаз эмоксипин, либо что-то другое, попросите врача, если по показаниям это возможно, выписать какие-то капли, которые не жгутся, потому что эмоксипин нужно две капельки капать в глаз три раза в день, они жутко жгутся, то есть я прям собираюсь духом, чтобы пойти и закапать в глаз, и потом долго у меня текут слёзы, потому что они, конечно, такие прям болючие. Гель с гелоуронкой, он не щипит, он прям, правда, увлажняет, так глаза расслабляются, сидишь, только поскольку это гель, а не капли, он такой немножко мутненький, ему нужно время, чтобы расползтись по всей поверхности глаза, и начала я нормально видеть, потому что когда только закапаешь капельки геля вот этого, поначалу плохо очень видно. Так, что ещё хочу сказать? Вообще, я предыдущее видео записывала и говорила о том, что я довела себя тренировками, переработками, нервным напряжением, ну, истощила свой организм, и сейчас нахожусь в состоянии как бы его подлечить и вернуть в норму, поэтому сейчас это не только глазок касается, это вообще касается всего организма, я в целом очень много стараюсь отдыхать, и вот даже можно увидеть по видео, которое я загружала на YouTube, что как только у меня произошло кровоизлияние в глазу, я прям резко перестала снимать видео, но спустя три недели поняла, что мне нужно выговориться, нужно поделиться этой информацией, потому что я понимаю, что многие девчонки и мужчины доводят себя сейчас до состояния близкого к моему, вот, и это не стоит делать, потому что если я, ну, скажем так, условно вовремя сплохватилась, то есть случаи, когда человек доводит себя до срывов, у меня, например, в офисе у девушки был прям вот припадок нервный, паническая атака, и пришлось даже вызывать ей скорую, потому что мы не понимали, что делать, понятно, что мы какую-то там первую помощь ей оказали, чтобы она там совсем с ума не сошла, вызвали скорую, и, в общем, ей там помогли, вот, но в любом случае нужно себя беречь, нужно прислушиваться к своему организму, и вообще при любых там каких-то непонятных историях, когда ты чувствуешь, что устала или устал, нужно давать себе отдохнуть, не загоняться вот в это колесо достигаторства, непонятно чего, ради какой-то призрачной мечты или призрачного успеха, потому что человек измождённый, он, к сожалению, не способен достичь успеха, поэтому нужно больше отдыхать, чтобы было больше силы и энергии на свершение и на какие-то классные результаты. Поэтому отдыхайте, разумно расходуйте свою энергию, соблюдайте work and life balance, о котором очень модно сейчас говорить, о котором говорят все, кому не лень, но, к сожалению, работодатели частенько, несмотря на то, что компании исповедуют work and life balance, по факту получается, что люди сильно перегружены, сильно устают. Поэтому если вы сами себя не пожалеете и не позаботитесь о себе, то этого никто не сделает, поэтому берегите себя, отдыхайте, будьте прогрессивными, но без загонов. А с вами была Анна Кафырина, всем хорошего вечера, пока-пока!